Михаил Кузьмич Малахов погиб под Ленинградом, когда ему было всего 19. А Семён Иванович Павлов дошёл до Праги, вернулся с войны, у него родилась дочь. Портреты своих героев семья Денисовых бережно хранит. О прадедах рассказывают младшему поколению. Третьеклассник Андрей посвятил им стихотворение. Его и отправил на конкурс «Серебряная пёрышка». Два моих прадеда воевали на войне. Об этом родные рассказывали мне. Кровь славных героев в моих живых течёт. И она мне такие силы даёт. День 9 мая на парад мы пойдём. Два портрета героев гордо мы понесём. Мне в бессмертном полку так почётно пойти. И хочу я достойным внуком расти. Литературный конкурс «Серебряная пёрышка» проходит уже в 27-й раз в рамках фестиваля «Адрес детства. Мой Нижний Тагил». В этом году на суджюри порядка полутора тысяч работ от более чем 300 школьников. Писали и про дружбу, и про любовь, но больше про войну. Они могут не стать поэтами, у них не будет никаких громких эмёв в литературе, но они останутся людьми, потому что мы пытаемся их научить чувствовать сердцу. Вот это самое главное – сопереживание передать. И вот это сопереживание ещё и выражается через творчество, то этому цены нет. Читаю. Любимому мужу Сёме на фронт от супруги Дуси и дочки Валечки. А внизу стоит дата – январь 1944 год. И рисунок ладошки с пальчиками. По итогам конкурса каждый год организаторы издают поэтические альманахи. В этом сборник будет посвящён Великой Победе. Приём работ продлён. Пока мы сидим на карантине, в изоляции, я прошу вас, может быть, ещё у кого-то есть стихи, написанные на эту тему. Может быть, они напишутся. Мы будем ждать до конца апреля ваши стихи, и они тоже войдут в этот замечательный сборник. Свои стихи или прозу школьники могут отправить на электронную почту. Её адрес вы видите на экране.